Наша встреча с Леди Марией. Я пытался разглядеть эту фотографию, которая здесь лежит на столе, но она разбита. Но похоже на ней изображен человек в таком же колпаке, в котором одеты служители хора. И этот бокал. Возможно, это символ того, что Мария покончила с собой. Но это только мои предположения, мои спекуляции. Так, у нас 13 бутылок, и нам предстоит тяжелый бой, поэтому стоит сходить в сон охотника. Так, что нам можно поднять? Давайте догоним уже силу до 50. А на остаток купим бутылку. Вернемся в зал исследований. Нам нужно передать вторую мозговую жидкость. Это можно сделать только после того, как вы убьете босса. КОНЕЦ Приятные звуки. Ключ от балкона. Да, кажется, она окончательно спятила. Так, мы получили ключ от балкона, да? Похоже, что Леди Мария была замешана во всех этих экспериментах. Но пыталась как-то сгладить мучения всех этих больных. Ключ от балкона на первом этаже зала исследования. Леди Мария, смотрительница астральной башни, вручила этот ключ своей пациентке по имени Аделина. Мария надеялась, что доносящийся снаружи нежный запах цветов принесет Аделине радость и покой. Но Аделина не оценила ее благородных намерений. Давайте сходим, проверим балкон. Это как раз та самая дверь, которая заперта. Ключ от балкона. Помните это место? Да, это то самое место, где мы убивали босса. В оригинальной игре. Если мне не изменяет память, он назывался посланником небес. Это огромное количество подсолнухов. Да, мы находимся на втором этаже главного собора церкви исцеления. Я уже плохо помню, что здесь есть. Давайте немножко осмотримся. Огромное количество пациентов. Нужно быть поосторожнее. Охренеть! Мэйджик! Та, где мой щит? Они охренеют, это труп. Так, похоже, что... Они не рады меня видеть. Нужно немножко их... Раскрупировать. Так, у меня закончился эликсир, к сожалению. Я даже скрыться от них не могу. Да, и пошли дальше заниматься своим делом. Хотят уманиваться. Ну, попробуем потихонечку. Ух ты! Да. А щит помогает. И очень даже неплохо. Похоже, его поставили в угол. Там наверху мы можем видеть тело. Так, надо бы его забрать. Очередной прикованный труп. Глаз Черного Неба. Глаз Черного Неба, благословленный фантомом Мягкий Глаз. Их нашли после того, как Бюргенверт открыл путь тайному знанию. Однако, они до сих пор хранят свою тайну. Глубоко внутри глаза лежит бескрайнее черное небо, размываемое непрекращавшимся метеоритным дождем. Легчайшее прикосновение к глазу достаточно, чтобы выпустить один из этих камней на свободу. Да, это что-то типа магического предмета. Пойдем отберем этот труп. Холодная кровь сородичей. Кстати, я не помню, читал ли их раньше. Холодная кровь нечеловеческого космического рода братьев самих великих. Космического рода. Используйте, чтобы получить невероятные отголоски крови. Не смейте погружаться в мир за пределами рода людского. Тайная истина, которую давным-давно обнаружили в Бюргенверте. Космического рода. Это еще раз подтверждает то, что великие произошли из космоса. Да, помните этот витраж? Это то самое место, которое в оригинальной игре вело Кебрайтос. Но здесь ничего такого нет. Так, здесь главное перепрыгнуть этот пролом и не облажаться. Ух, повезло. Не хотелось бы потом все это опять оббегать. А здесь всего лишь... Самоцвет. И как раз заодно сбегаем в камеры. Мы подобрали ключ от камеры. Тот... Фух. Упор промазал. Теперь мы сможем открыть несколько дверей, но не все. К сожалению, не все. Страшный человек в маске. Девушкин. Ладно. here the truth. От европа. К сожалению. Да, от него уже никакого толку, он сошел с ума. Единственный от него толк, это получить его вещи. Сет охотника Ямамуры. Шляпа охотника Ямамуры. Ничем не примечательная охотничья шляпа, принадлежавшая страннику Ямамуре. Ему вручили посох и шляпу, когда он стал охотником и одним из союзников Лиги. Еще один представитель Лиги. Одежда из далекой восточной страны, который носил странник Ямамура. Этот пришедший с востока воин преследовал чудо, чтобы отомстить им, а затем стать одним из охотников Лиги. Но когда он увидел в людях нечистоту, это свело его с ума. Так выглядит сет Ямамуры. И нам еще осталось здесь открыть пару дверей. За некоторым из них безопасно, но некоторые могут привести к печальным последствиям. Давайте проведаем нашего охотника с колокольчиком. Ничего нового не говорит. Его дверь этим ключом открыть нельзя. Для этой двери нужен уникальный ключ. Так, ну а здесь осталось открыть последнюю дверь. Я знаю, ты там выходи. Не выходит. Да, там стоит за дверью охотник. Так, вот он, сволочи. По-моему, раньше его можно было достать. Да, давай. Ну, не застревай только там. Да, это будет не совсем честно с моей стороны его так убить. Это очень опасный охотник. Как вы могли, наверное, заметить, у него уникальное оружие, которого у меня еще нет. Получается у меня вот запарировать. Блин, различная мебель мне мешает. Производить маневры. Не нравится мне такой размен. Дает церковный клевец. И 50 тысяч душ. Церковный клевец. Одно из старейших видов хитрого оружия, применявшихся членами церкви исцеления. Своей формой этот инструмент охоты напоминает один из огромных клевцов, о которых можно услышать в старых рассказах о чудовищах. Изначально это оружие напоминает тяжелый меч, но при трансформации превращается в длинный клевец. Несмотря на его происхождение, оно станет надежным спутником любому практичному охотнику. Давайте поставим, посмотрим. Напоминает небольшое копье. Такой вот сильный удар скребет по полу. Аж камни вылетают. Так, и в разложенном виде. Такой вот клевец. Мотыга, блин. И нам пора возвращаться в сон охотника. Но перед этим давайте еще раз посетим Аделину. Как можем видеть, Аделина выбралась из своего кресла и... О, привет. Один последний раз. Вы получите флуид мозга. Один последний раз. А макий, мусший флуид that will make me whole. The sticky sound whispers to me. So very close. Right into my ear. My head. Just a head. That's all there is. I need my baptism. Please. I beg of you. I want to be something. Здесь небольшая хитрость. У меня нет третьей мозговой жидкости, но... Эту самую мозговую жидкость можно поднять с нее. Мозговая жидкость. Сероватая мозговая жидкость, напоминающая амебу. Она пульсирует и шевелится. Извлечена с черепа пациента, голова которого разрослась, пока не поглотила все тело. Мы не способны осознать свой скрытый потенциал, пока безвозвратно не потеряем его и не ощутим вызванную его отсутствием пустоту. Такова истинная природа озарения. Оно снисходит и порождает нас так внезапно, как неожиданно сладкий вкус крови во рту. Да, похоже на девиз мастера Вильяма. Руна молочает знания безумца. Да, похоже она немножко перебрала с мозговой жидкостью. Итак, мы получили новую руну молочай. Она, кстати, еще пригодится, чтобы получить еще один дополнительный диалог и предмет. И, кстати, вот этот лифт. Как известно, в серии Сол все не просто так, в том числе и Бладборни. Что могут означать эти статуи, которые проводят, похоже, какой-то ритуал над телом ребенка? Возможно, этот мужчина посередине в большой шапке мастер Вильям. Этот головной убор очень сильно похож на головной убор мастера Вильяма. Также два неких прислушника в капюшонах. Один с колоколом, другой с книгой. И так, у меня теперь есть небольшая дилемма. Идти навстречу с Марией, либо идти навстречу с Лоренсом. Лоренс это тот еще засранец, и лучше всего убивать его в самом конце DLC. Но мне хочется поквитаться с ним сейчас, потому что для меня он был самым сложным боссом вообще в Бладборне. Я столько времени и сил на него укропал в свое время. Но перед этим, давайте починим оружие. И сделаем некоторые изменения в рунах. Увеличивать скорость выносливости оставим. Так, максимальный выносливость плюс 15. Ну пусть будет так. Смертельно так. Вот это мы поменяем на полезную вещь, такую как пузыри. Пузырей у меня постоянно не хватает, поэтому поставим дополнительных 4 пузыря. Так, и здесь у нас очки здоровья плюс 10. Возможно, стоит сменить максимальную выносливость на какое-нибудь сопротивление. Да, наверное, так я и поставлю. Свержение всех повреждений на 4%. Да, это, конечно, копейки. Но мне не нужно большое количество выносливости на самом деле. Так, Герман. Пока отдыхай. Ну что ж, отправляемся к Лоренса. Единственное, что еще нужно сделать, это переодеться. Итак, что на мне одето. Я постарался по максимуму выжать защиту от огня, так как Лоренс у нас огненный засранец и у меня надета шляпа охотника ММуры, одеяния бугленного охотника, перчатки Констебля и штаны старого охотника. Я попытался так сбалансировать огненную защиту с физической и не знаю, что у меня получится, но это меня не сильно спасет, так как Лоренс все равно снимает огромное количество жизни, что бы я ни одевал. Так. И я, кстати, еще забыл прочитать руну Молочай. Чай, чай, Молочай. Руна Кэрила, созданная Аделиной, одной из пациенток в зале исследований, передает звучание нечеловеческих липких звуков, проливающих свет на истинную природу служителей небес. Принесшие эту клятву становятся свечащимися деревьями, устремившими взгляд в небеса и порождающими фантомы. Фантомы указывают нам путь и ведут навстречу новым открытиям. Да. Мозг сходит с ума. Я потом поставлю эту руну, она достаточно специфичная. Ну что ж, отправляемся обратно в Кошмар Охотника. Так, стоп, 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 а как же еще 112 тысяч душ? Так, что мы можем распределить? Сила. Так, сила, сила. Уже никакого толку от этой силы особо нет. Блин, два дамага, все увеличивает, а так вообще один. Может вообще жизнь взять. На самом деле, 45 жизней. Это не так много для New Game+. Ну, поздно я уже спохватился. Окей. Пусть будет сила. 50. Красивая цифра. Просто красивая цифра. Так. Можно закупиться бутылками, либо закупиться, да, бумагой. Ну, я закуплюсь пеплом костного мозга. Полезная вещь. Позволяет мощнее стрелять. Так, ну и на остальных наберем, как обычно, бутылок. Так. Также я еще экипировал огненную бумагу и пепел костного мозга как раз. Ох. Ну, посмотрим, какого захода у меня сегодня получится его завалить. Постараемся с первого, конечно, но... я ничего не могу обещать. Валил я уже его достаточно давно и... что-то мог подзабыть. Но, правда, такую сволочь забыть тяжело. Под конец я уже выучил все его мулы. Так, пробегаем все это. Ой, вы не представляете, сколько я в свое время раз делал эту пробежку. Ну что ж, Лоренц, вставай. Халявные души. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первый в Викаре Лоренс. Да, тот самый Лоренс, который покинул мастера Вильяма. Чтобы найти свой путь, основать церковь исцеления со всеми вытекающими последствиями. Ну давай. Мне придется ловить его определенные атаки. и попадать самое главное под огонь. Он обладает огромным дамагом. Он просто огромным дамагом. Кто-то хороший удар. У него можно немножко... И вот этот тоже очень хороший удар. Главное не попадаться под огонь. Так, бумагу мы припасем на потом. иногда он так вот прохаживается. И, кстати, в этот момент можно его тоже неплохо атаковать. И, кстати, вот этот удар рукой тоже у него достаточно уязвим. бросок это вообще называется бей меня. Его, кстати, может застанеть. Сплошь от огнем, конечно. Не красиво. Если немного стрелять ему в голову, то можно его застанеть. Либо просто бить по голове. Но у меня пистолет не прокачан и навык владения пистолетом. Твою мать. Ну, вот одна ошибка я тут. Никакая броня не помогает. Хоть что ставь. Да, что-то в этот раз я не очень удачно пробежал. Потерял пол жизни по дороге. Ладно, вторая попытка. Ах, Лоренс. Говнюк ты редкостный, Лоренс. Мимо. Да. Да, Лоренс это тот же самый церковный чудо, самый первый босс Бладборна. Но только в первой стадии. Только он теперь горит и наносит намного более существенный урон, но... дальше все будет намного интереснее. зацепил, зараза. Походи немного. Да, блин, опять я промазал. Твою мать, ни хрена не вижу. Охренеть. Чувствую, не ожидает долгая ночь вместе с Лоренсом. Есть. Конец. Полную задницу тебе. Да, он вроде только кажется неповоротливым. Его дамаг просто вручает. Надо действовать очень осторожно с ним. После прыжка можно тоже немножечко атаковать, но не успел. Стоп, стоп, стоп. заберем свои какахи. Блин, все-таки зацепило. Нет, нет, нет. Захват нам не нужен. Точнее, он нужен, но чтобы он только не проходил. Да, уже становится немножко злее. сейчас будет становиться злее. Так, следующая фаза пошла. У него их очень много, по-моему, четыре. Все они не подарок. Но опять зацепил свою лапой коптистой. нет, не достал. Да, боковой, да, знаем эту хрень. да, блин. Опять попался. Опс. Это мой шанс, блин. Просрал свой шанс. Просрал свой шанс еще и в лес ему подругу. стратегия сломалась. Сереги сломалась стратегия. Пока я добегаю до босса, я сожраю три бутылки. Это нечто. Да, некоторые считают, что этот босс легче, чем последний, но не знаю, я не проходил его на обычной игре. Это нигейм плюс и на нигейм плюс он реально надирает жопу. На обычной игре может быть он проще, я не знаю. На самом деле просто не нужно торопиться. Нужно потихоньку, помаленьку. нетерпение тут неприемлемо на этом боссе. Централизовку еще надо убирать, но он еще не на голову прицелил. Саможивучий босс. Да, походи, походи. Четыре удара можно нанести пока, когда он делает таких, такую серию. Самая, наверное, слабая его сторона этого босса. Но еще лбоклад. Но это пока только первая стадия. Потом у него появляется еще куча других приемов очень смертоносных. все становится на порядок сложнее. Нарвался на огонь. по голове, по голове бы попасть. пронесло. Пронесло. просто по кругу, куда ни встань. Нету практически мертвых зон. мне просто необходимо было полечиться. Еще у нас не сущность. Куда я полез опять? Кстати, шанс, который о, наконец-то надеялся, что это будет троечка. разозлил опять не достану. Ну что ж, я не атакую-то. Да, уже поздно. Встанет меня. Кажется, я его разозлил немножко. Пульс, доход. Может, пора зажечь огонь? Ну что, я добавь огня. Ну это че его зажег? Где троечка? Где хоть что-нибудь сейфовое? Пожалей меня. Вообще не знаю, это огонь там, немного больше дамага на мыс. Наконец-то. Я думаю, ты никогда этого не сделаешь. Твою мать! Не игра... Нет! Твою... Фух! Успел из-под него выйти. Только огнем и достало. Да блин, зачем подлез? Ладно. Да, иногда ему можно между ног запрыгивать, но очень осторожно. и последняя стадия самая тоже отвратительная. Здесь поможет по идее огнестрельное оружие. Лучше конечно здесь используют лук Саймона. Но у меня очень слабое огнестрельное оружие так же. Хитбокс у него при этом становится самая чужопа у него ужасный хитбокс. Да. нет фух я был близок к смерти. Плюсы говно. нет не вижу ни прямо да как так-то не попал далеко торопец 260 а я блин толп капец да чтоб ты сдох начинает спотыкаться вот когда он спотыкается хорошо ему между ног запрыгивать блин камера твою мать то открепиться от тебя было все промазал зато он все попал ни хрена не вижу боюсь его даже бить уже сделай захват будь ты пайник захват или троечку о наконец-то троечка четыре четыре атаки это ой ой мама я думал мне сейчас за яйца спать это развались ты уже собака серо ненавижу тебя тварь недобитая сводь фу повернулся вот эти атаки вообще очень ужасно много снимают срыгать начнем хотя бы разок о о пойдем можно не второй раз второй раз за вечер ты совсем охренел дай хоть полечиться ну достать его не могу все у меня попало да блин помолчу немножко мне нужно сосредоточиться не могу помолчу не могу не могу Продолжение следует... 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 Продолжение следует...